Всем привет! Это дядя Паша, вы смотрите проект Fusion 365. Сегодня в выпуске у нас Revious Engineering, и мы будем заниматься восстановлением плоскости из полигональной сетки. Задача формулируется так. У нас есть некий лоскуточек, некое количество полигонов, которые мы предполагаем лежат в одной плоскости и либо отображают некую плоскую грань, либо еще что-нибудь такое. Короче, мы хотим получить из этого нормальную плоскость во Fusion. Это может быть нам необходимо для двух целей. Либо мы действительно хотим восстановить некую грань, тогда нам нужна плоскость, мы нарисуем там какой-то эскиз и что-то будем с этим делать. Либо вторая задача, нам нужна опорная плоскость. То есть нам нужно использовать эту плоскость для того, чтобы создавать какие-то перпендикуляры, правильно сориентировать модель. Ну, в общем, как бы решить задачу создания некой координатной опорной плоскости. Потому что импортированная модель, мэшевская, она не обязательно правильно сориентирована, не обязательно выровнена, стоит там на полу у нас как нужно. Поэтому задача достаточно важная, и мы сейчас ее будем решать. У меня здесь, естественно, мэш такой идеальненький. Он только что сконвертирован из твердотельной геометрии и затем сделан ремеш для равномерного распределения полигонов. Из курса средней школы мы знаем, что плоскость определяется тремя точками. У нас, соответственно, задача во Fusion сводится к тому, чтобы при помощи сечений, при помощи инструмента, который мы уже знаем, Mesh Section, получить три точки, которые лежат на вот этой как бы плоскости. Мы так предполагаем, что это плоскость. А затем мы используем Plane Through Three Points для того, чтобы из этих трех точек создать плоскость. Вот два шага. Три точки нам желательно получить так, чтобы они образовывали треугольник, который бы максимально покрывал площадь, имеющуюся у нас вот этого лоску точка. То есть если мы сделаем маленький треугольничек здесь, то велика вероятность того, что мы оставим в модели некую ошибку. Здесь может быть локальная ошибка. Какой-нибудь полигончик, там точечка вылезла в скане из плоскости, и мы, ориентируясь на локальный полигон, мы эту ошибку транслируем в дальнейшую модель. Поэтому для того, чтобы усреднить ошибку, которая здесь, скорее всего, есть, мы постараемся сделать эти точки расположенными максимально далеко друг от друга. Кроме того, углы между ними должны быть побольше. Идеально вообще, если мы получим равносторонний треугольник, и он будет в максимально большой площади. В данном случае равносторонний мы не получим, но будем к этому стремиться. Это, опять же, вот эти два параметра. То есть расстояние между точками и углы между отрезками, если мы эти условия выполняем, то мы ошибку максимально усредняем. Ну и, соответственно, получаем более качественную плоскость. Давайте перейдем от слов к делу. Create Mesh Section. Указываем тело, которое нам нужно просечь. И размещаем сечение как-то вот так вот, мне кажется, разумным. Идем в эскиз. Edit Sketch. Берем инструмент Fit Curves to Mesh Section. И расставляем здесь точечки. Раз, точечка. Два точечка. Вы видите, даже здесь, даже после конвертации, здесь все равно уже есть отклонение, уже есть ошибка. Ну, она находится, правда, в 10-7 степени. То есть очень такая маленькая ошибочка. Но она есть. Она появилась из-за Remesh. Если бы я Remesh не делал, то ошибки здесь бы не было вообще. Так, здесь мы закончили. Stop Sketch. И теперь сделаем второе сечение. Mesh Section. Та-дам. Ну, вот так вот постараемся его сделать. Как-то так. Так. Edit Sketch. Так. И вот так. Здесь тоже есть ошибка. Она побольше. 10-6 уже степени. Сечение спрячем. Mesh Body спрячем. Stop Sketch. Вот эти два отрезка, которые мы получили. Очень, как бы, у меня изначально было желание сделать так, чтобы эти два отрезка образовывали угол. То есть, чтобы имели общую точку. Я хотел использовать Plane Through Two Edges. Здесь же. К сожалению, Fusion не дает использовать этот инструмент, если отрезки лежат в разных эскизах. Потому что, в общем случае, они не ко-планарные. То, что общая точка здесь все-таки есть, ну, как бы, Fusion не важно. Он не дает их выбирать в этом инструменте. И поэтому мы его все равно не можем использовать. Мы вынуждены использовать Plane Through Three Points. И, соответственно, нам не важно, лежат эти два отрезка. Но имеют они общую точку или не имеют. Просто мы берем вот эти точки, естественно, как наиболее удаленные друг от друга. И одну из этих. Любую. Жмем ОК. Эскизы мы спрячем. А тело отобразим наоборот. И так на глаз посмотрим. Выглядит все очень хорошо. Выглядит все так, как будто мы вот прям вот угадали. Вот. Мы решили достаточно важную задачу. Потому что восстановление плоскости из неких группы полигонов. Это полезный навык. Если информация действительно, вы считаете, что полезна, то палец вверх. И следите за новыми выпусками в плейлисте Reverse Engineering. Мы будем пользоваться этим навыком еще не раз. Спасибо за просмотр. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok